Девчонки, всем огромнейший привет! В этом видео покажу покупки косметики за июнь месяц. И в принципе покупок было не особенно много, но все средства оказались очень удачными. Поэтому надеюсь, что мое видео вам понравится. Еще в начале июня я приобрела две вот такие замечательные водички для снятия макияжа от компании Чистая Линия. Я уже успела протестировать и одну, и вторую. Первый вариант у меня для нормальной и комбинированной кожи. Зеленая такая версия. Снимает макияж, матирует, освежает. И вот эта водичка в розовом красивом оформлении подходит для всех типов кожи. Она также снимает макияж, успокаивает и очищает от токсинов. По факту обе эти водички для меня оказались одинаковыми. И я особых-то различий между ними не увидела. Но очень понравились. Хорошо снимают макияж. Удаляют декоративную косметику прекрасно. И тушь, и тональный крем, и стойкие матовые помады. Глазки не щипят абсолютно. И очень-очень хорошо работают. Каждая водичка мне обошлась в 130 рублей. И покупала я в магазине лента. На них была акция. Но даже и без акции, по-моему, цена у них в районе 150 рублей. Как-то так я считаю очень выгодно. Тем более за объем 400 миллилитров. Также я приобрела вот такую большую жидкость. Вернее, это ополаскиватель для полости рта. От компании Листерин. В объеме 500 миллилитров. Сразу взяла большую упаковку. Потому что я этот ополаскиватель уже пробовала. И мне он очень нравится. Конечно, он может немного пощипывать. Он довольно такой термоядерный. Но он безумно классно освежает дыхание. Он хорошо очищает. Все какие-то остатки пищи удаляет прекрасно. И на утреннее и вечернее использование подходит просто замечательно. Советую попробовать, кто еще Листерин не покупал. Следующее, что хочу показать. Эту упаковку я совершила в магазине Fixed Price. И в принципе, это была единственная покупка, которую я выбрала в данном магазине. Это скраб суфле. Черная смородина для тела. И посмотрите, какая это огромнейшая упаковка. В объеме 500 миллилитров. Обошелся мне этот скраб в 53 рубля. Мне кажется, это очень выгодно. По описанию здесь заявлено, что это нежный пилинг отшелушивающий. И в его, получается, составе абразив грецкого ореха. То есть, скрабирующие частички, они натуральные. Давайте откроем с вами вместе этот скраб. И посмотрим, как он выглядит внутри. Пару слов хочу сказать про аромат. Знаете, девчонки, у него аромат приятный. Но я не скажу, что пахнет именно черной смородиной. Пахнет просто какими-то ягодками, чем-то сладеньким. Но меня аромат не отталкивает абсолютно. И, как вы можете наблюдать, вот сама консистенция. Она очень-очень кремовая. И в составе мелкие-мелкие-мелкие скрабирующие, эти пилингующие частицы. Это молотая скорлупа грецкого ореха. И, в принципе, мне скраб понравился. Я купила две упаковки сразу. Ну, за такую цену грех было не взять. И, знаете, неплохо. Неплохо пилингует. Но, конечно, для тех, кто любит жесткие, такие очень сильные скрабы, возможно, этот вариант покажется слабоватым. Но мне нравится чередовать с какими-то сахарными скрабиками. Почему бы и нет? Кожа после этого скраба очень нежная и очень мягенькая. Покупкой довольна. Поэтому, если в фикс-прайсе увидите эти скрабы, хватайте, не задумываясь. Все равно используйте. Можно и в качестве скраба для рук, в качестве скраба для ног и на все тело наносить. Еще одна баночка по уходу за телом. Я покупала также в магазине Лента. Тоже была неплохая скидка. Это крем для тела от чистой линии, тонус и упругость. Листья смородины, мелисса. Баночка у нас тоже увесистая. Здесь, девчонки, по-моему, 400 мл написано. И это безумно легкий крем для тела только на летний период времени. Почему я его купила? Потому что у него безумно классный аромат черной смородины. А именно пахнет листочками черной смородины. Вот знаете, аромат один в один, как у геля для душа, у чистой линии, со смородиной. Вот прям идентичный. Сейчас покажу вам консистенцию. Она очень такая прям вот гелевая, кремово-гелевая. Я бы так ее назвала, немножко желейная. И вот когда наносишь на тело, давайте здесь покажу вам, прям очень-очень быстро этот крем разносится и он моментально впитывается. И самое главное, знаете, что мне понравилось, то что нет совершенно никакой липкости. Кожу, конечно, увлажняет, но это, знаете, из разряда такого баловства, чтобы приятный аромат на теле оставался и чтобы как-то кожу немножко напитать именно в летнее время. Но покупкой довольна, буду пользоваться именно сейчас и я очень-очень рада. Еще есть такой же скраб для тела в точно такой же упаковке. Он тоже, по-моему, идет с листьями смородины, но я как-то не стала его покупать, потому что он такой очень желеобразный и скрабирующих частиц там было мало. Решила, что скраба из фикс-прайс для меня будет достаточно. В магазине Organic Shop я взяла две вот такие малышки. Это знаменитая серия Organic Kitchen. Выбрала вот такую флегматичную грушу, обновляющий скраб для рук. Свежая груша и виноградные косточки. Обалденнейший просто аромат. Вот так вот выглядит сам скраб. Он довольно кремовый и в нем есть скрабирующие частицы. Но мне безумно понравился аромат. Очень крутой. Я планирую использовать в качестве скраба для рук и скраба для ног. Но, в принципе, можно на все тело тоже смело наносить. И вот такой крем. Обновляя омолаживающий крем для тела. Девишник в Вегасе. Мне очень понравился аромат. Здесь, кстати, заявлено, что органическое масло зеленого кофе, свежие листья колы. Интересно, да, что за растение такое. И гуараны. У него консистенция похожа на крем для тела от, получается, чистой линии. Видите, она прям вот такая. Как бы вам так показать. Она тоже такая вот гелево-кремовая. Тоже очень легкий крем. Я его немножко попробовала на руке. Приятный освежающий аромат. И вот, мне кажется, для лета будет неплохо. Но если кожа сухая, то, конечно, лучше посмотреть что-то более попитательней. Но для легкого увлажнения, для приятного аромата, в принципе, почему бы и нет. Можно воспользоваться. В конце июня в магазине Ревгош была неплохая акция. Там было 40% скидки практически на все товары. И я купила себе смывку для лака от компании Сали Хэнсен. Объем у нее 236 мл. Без скидки она стоила 400 рублей. А со скидкой обошлась мне, ну, что-то в районе 250. Мне кажется, это очень-очень выгодно. Смывку от Сали Хэнсен я уже давно не покупала. Но по качеству она классная. Она хорошо снимает лак. Она не сушит именно зону кутикулы. И она, плюс ко всему, не желтит ногтевую пластину. Взяла две штучки себе. Но вам показываю одну. Этой я уже, кстати, стала пользоваться. Очень довольна. Также стандартная моя покупка. Это краска для волос от компании Сьёст. Темно-каштановый. Взяла для того, чтобы подкрасить корни. Уже, наверное, сегодня этим буду заниматься. Красочка хорошая. Мне нравится. Она все классно прокрашивает. Волосы не пересушивает. И волосы после нее блестят. А если для того, чтобы подкрасить корни, это вообще просто супер вариант. Также я решила повторить покупку вот такого геля для интимной гигиены от компании Лактоцит. Которая идет фреш. Знаете, почему она мне понравилась? В составе есть ментол. И она обладает таким небольшим охлаждающим эффектом. И очень классно очищает. Освежает на целый день. И вообще очень хорошее средство. Мне понравилось. Тоже взяла на лето, чтобы было такое что-то свеженькое, охлаждающее и приятное. Сегодня начну, наверное, уже ее использовать. Потому что предыдущее средство заканчивается. Также для полости рта я купила вот такой ополаскиватель от Сплат. Это лечебные травы. У нас объемчик здесь небольшой. 275 мл. Мне нравится этот ополаскиватель. Он более такой мягкий, более щадящий по сравнению с ополаскивателем от Листерин. Но также хорошо работает. И у таких ополаскивателей от Сплата в белой упаковке, у них, знаете, такая консистенция интересная. Немножко киселеобразная. К ней нужно привыкнуть. Но я уже использую давно такие штучки. И мне, в принципе, нравится. Для разнообразия почему бы и нет. Также покупала в Ленте. И тоже на этот ополаскиватель была очень неплохая скидочка. Взяла две пары матирующих салфеток от компании Сету. А для меня сейчас это самый оптимальный вариант. И по цене, и по качеству. Одной салфеточкой можно снять абсолютно весь жирный блеск с лица. Хватает их надолго. Стоят они бюджетно. Мне очень нравится. Также я купила себе сразу три антиперспиранта от компании Лексона. Давайте покажу вам их вот так вот вместе. Первый антиперспирант это сухость пудры с микропудрой для сухости и комфорта кожи. Такую версию я еще не пробовала. Также я выбрала с алоэ вера. Бережная защита и забота о коже. Такую я уже использовала. Мне очень понравилось. И вот такую абсолютную уверенность. Экстра защита в стрессовых ситуациях. Очень нравятся эти антиперспиранты. Они хорошо защищают. Они не оставляют белых следов. Приятный аромат. Что еще желать. И упаковка плюс очень удобная. Такая прикольная. И последнее, девчонки, что покажу. Это две зубные пасты от компании Сплат. Которые я тоже часто покупаю. У меня вот такие две отбеливания Плюс и Сенситив. Очень-очень классные. Советую вам. Они качественные. Стоимость у них довольно бюджетная. Очищают хорошо. Дыхание освежают. И в принципе, довольно классно работают. Это все мои покупки в июне месяце. Надеюсь, мое видео вам оказалось полезным. Большое спасибо за внимание. Поддержите меня пальчиком вверх. Мне будет очень приятно. Ну, а мы увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok